Привет, добро пожаловать в Sims 4, и сегодня у нас спидбилдинг, а точнее я построила дом по девочке. Как вы помните, я строила комнату по девочке совместно с каналом Жавушкина, это наша коллаборация, в общем, с Um Day Some Room, где мы построили прекрасную комнату для по девочке, и у меня появилась идея построить дом для по девочке. Вы ее прекрасно поддержали, я этому очень благодарна, и поэтому сейчас вы видите это видео, и я надеюсь, оно вам понравится, как и эта постройка. Я уже говорила в том видео, что у меня была подобная постройка, то есть дом по девочке, это был не совсем дом по девочке, но тем не менее квартира, то есть дом в ротовом стиле, в стиле лофт. Я думала, что построю что-то подобное, но теперь у меня получился очень уютный дом для девочки, тем не менее, очень уютный и милый, вы знаете, в таких пастельных, розовых, голубых тонах, оттенках. И я надеюсь, вам этот домик тоже понравится, если это так, то обязательно пишите в комментариях, оцените его, и поставьте палец вверх, а также подписывайтесь на мой канал. Если вы впервые на моем канале, то вы, возможно, не знаете, что в описании, я всегда оставляю тайм-коды на готовый результат, и на весь обзор дома. В общем, давайте поговорим об этой постройке. Я уже сказала, откуда ко мне пришла идея с нашей прекрасной коллаборацией с Жабушкиной, и этот дом для одной девочки, для одной девушки, скорее, странно, если одна девочка будет жить одна в таком достаточно-таки большом доме. И если сначала я хотела что-то в стиле лофт, что-то в стиле модерн, то в конце у меня получилось что-то именно-таки уютное, я использовала достаточно-таки много времен года, и, в принципе, этот дом мне напоминает стилистику именно-таки времен года. И, как вы видите, я плюс построила туда прачечную, потому что давненько я не строила прачечную, и мне кажется, это очень уютно именно для таких пай-девочки, прям супер. Конечно, это не совсем дом для пай-девочки, это скорее просто милый дом для девушки, милый дом для одинокой девушки, допустим, хотя, в принципе, тут может жить и молодая пара, но, тем не менее, все в таких именно-таки оттенках, и из-за этого, в общем-то, дом так и называется. Строила я этот дом достаточно-таки быстро, около, возможно, полутора часа, и результатом я просто довольна, потому что все в таком уютном, милом стиле. Знаете, это что-то типа роскошная жизнь, но при этом милая, уютная. Я как-то попробовала это сочетать, и итог мне, в общем-то, понравился. Как вы могли заметить, в последнее время я достаточно-таки редко строю спидбилдинги, и мне интересно, что вам нравится больше, поэтому обязательно напишите в комментариях. Лучше больше строить именно-таки построек, создавать, либо же создавать персонажей, то есть выпускать касс-видео, либо же именно такие игровые видео, например, всякие прохождения, точнее, например, моя пекарня, моя династия Эрвил, и у меня есть еще одна очень интересная идея на новое дополнение, которое выйдет 13 ноября, насколько я помню, связанное со снежным курортом, что-то подобное, извините, я не помню название, но тем не менее, суть я помню. Надеюсь, вы тоже видели это новое дополнение, и мне оно безумно понравилось. Я его обязательно скачаю, потому что путешествия на Бату у меня нет, я не фанат Звездных Войн, я не смотрела этот фильм, я, в принципе, не знаю даже фанатов Звездных Войн сейчас. Раньше, возможно, это была очень популярная, можно сказать, фан-база, но сейчас этой популярной фан-базы нету, и, в принципе, о Звездных Войнах как-то позабыли. Напишите в комментариях, если вы являетесь фанатом Звездных Войн, если вам понравилось дополнение путешествия на Бату, мне будет очень интересно почитать, и тут я строю кухню. Если вы смотрите практически все мои видео, вы могли вспомнить кухню, где я перестраивала дом от разработчиков, и она получилась очень похожей, я там тоже строила кухню в таких голубых оттенках, тонах. Я сначала думала, что весь дом по девочке будет в розовых тонах, но потом я подумала, что, в принципе, все пастельные тона очень уютно тут будут смотреться, и голубого цвета именно-таки в прихожей комнате, точнее, в гостиной комнате было очень много, потому что я объединила гостиную, столовую и кухню. Я никогда так раньше не делала, то есть я часто объединяю в комнаты, в принципе, но именно-таки сразу три, это уже как-то слишком много, я бы сказала, но, тем не менее, результат очень классный, и очень много разных интересных идей в этой постройке получилось, поэтому она мне безумно сильно нравится. Плюс, не забывайте, если вы хотите, чтобы я оставила на скачку какого-нибудь Сима, которого я создала, или какой-нибудь дом, то обязательно пишите в комментариях, и тогда я, собственно говоря, его и оставлю. Поэтому, вроде бы сказала все. Я надеюсь, что эта постройка, как всегда, вам понравилась, и вы оцените ее в комментариях. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, потому что я стараюсь выпускать их максимально часто, и всегда прислушиваюсь к вам, поэтому, если вы вдруг написали какую-то идею в комментариях, то ждите, что в ближайшие дни она выйдет. В общем-то, да, всем хорошего настроения, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok